Ну да, слушай, с первого же взгляда видно, что со стойкой что-то не так. Но вот когда была лыжа, этого вообще не было заметно. В очке не откопались. Вообще не откопались. Как будто прогар на площадке прошли. То есть мотор уходит на капитал. Я даже, сука, на нем не летал. Как так может быть, что купил самолет в идеальном состоянии, не летал на нем, и он уже сломан. Всем привет, друзья. Как вы можете помнить, недавно я купил себе самолет. Чуть больше, чем за 3 миллиона рублей. Мы думали, что самолет в идеальном состоянии. Но когда в дальнейшем начали его эксплуатацию, то выяснилось, что самолет битый. Ну то есть как бы не в прямом смысле, как автомобили, когда они друг с другом сталкиваются. А у самолета было ДТП. Как мы потом узнали, начав раскапывать его историю, там он зацепился крылом за что-то, там за какой-то то ли снежный сугроб, то ли за что-то еще. Мы в конечном итоге имеем симптом гнутая передняя стойка шасси. Соответственно, гнутая моторама, на которую также устанавливается двигатель. И все это может привести к потенциально жесткой посадке, в результате которой оторвется колесо и будет уже серьезная какая-то ситуация. Я так летать не собираюсь, поэтому мы даже не стали перегонять самолет в Санкт-Петербург своим ходом. Тем более, что у нас еще и по двигателю возникли вопросы, он почему-то начал жрать масло, почему-то упала компрессия в одном из цилиндров. В общем, в прошлом выпуске мы погрузили самолет в фуру, очень аккуратно его разбирали. И сейчас готовимся его принимать у нас здесь, в Санкт-Петербурге, в Кронштадте, на аэродроме Бычье поле. Вот они, 12 метров счастья, какая же огромная фура. Будем надеяться, что все в целости и сохранности. Самолет проехал эти 4000 километров без каких-либо повреждений. Водителю фуры даже не приходилось ни разу его как-то подматывать, дополнительно подтягивать или как-то закреплять. То есть, в принципе, можно патентовать эту технологию. Смотрите, вот оно все. Везде держится, винт никуда не сдвинулся. Колесики подтянуты, ничего нигде не помялось, не испортилось. Даже этот поролон не соскочил, веревки все держат. Наша конструкция, которую мы разработали с Егором просто вот так вот на ровном месте, вот это по стекольным технологиям, да, идеально справилась с задачей. Самолет доехал в целости и сохранности. И, соответственно, после его разгрузки мы приступили к сборке. Что-то на разгрузку уже какая-то другая схема у ребят. Они собираются это стаскивать. Я, конечно, протестовал поначалу, но Егор говорит, давай попробуем. Так, берег, берег не соседится. Блин, капец, он, конечно, вообще впритык идет по этой фуре. Настолько габарит. Все, разворачиваю просто влево, наверное, и все, да. Не-не-не-не, ты что? У самолета, а справа и лево, куда он смотрит? Вправо разворачивай. Итак, третья ходка, собственно, теперь хвостовое оперение. Отводим и можно приступать к сборке. Как будто вот оно тут все потрескалось. Смотри, как будто краска просто сходит. Ой, е-мое. Блин, ну смотри, он совсем не держится, ну, краска. Собирать оказалось, естественно, сложнее, чем разбирать. Но не потому, что у нас какие-то детали не подходили. Как вы можете помнить, крыло держится всего лишь на трех болтах. Два у основания и одно на подкосе. Огромной сложностью было это крыло вот так вот сбалансировать. Большой толпой людей, идеально попасть. Потому что там миллиметр вперед, миллиметр назад уже меняется стреловидность крыла. А мы все-таки отмечали все пометки для того, чтобы у нас не сбились на стройке планера. Соответственно, мы пытались все это дело собрать идеально, точно так же, как это было. Хвосту, ну как-то пошатайте куда-то его. Хвосту! Просто пошатайте, да? Стоп, 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 вот так. Ага. Все, стоп. Так, вынимаем. Казад от самолета. От самолета. Не, мы не можем уйти. Не, не, у нас же подкос ставлен. Выше, выше поднимаем. Выше крыло. Выше? Ну что, не видите, что здесь происходит? Выше крыло. Да выше, ну. Выше вот так, держу. Держу. Ребята, это самое вообще сложное. Собрать обратно. Оно тяжеленное. Опускайте вниз. Вот так, теперь задвигаем обратно. Егор, попадай, парни, двигайте уже. Блин, ниже. Стой, стой, стой. Так. На самолет, двигайтесь, парни. Что, первый раз это делать? Так, в общем, первая попытка установки крыла прошла неуспешно. Ни у кого не осталось сил. Казалось бы, всего три болта. Но почему-то попасть не получается. Так, в общем, новый план. Теперь большинство участников процесса должны стоять с этой части крыла. Она самая тяжелая. И здесь самая ответственная работа. Это крыло должно зайти под вот эту вот кромку. Ну и, соответственно, каждый, кто здесь стоит, должен так вверх и вниз редактировать, чтобы все попасть. С той стороны один человек остается. Так, сейчас помедленнее, помедленнее. Помедленнее, снизу. Снизу, очень. Ты видишь? Я попал. Давайте к винту крыло направляем. Ага. Все, все. Таим. Замерли. Все, все, все. Надо просто так держать. Переходите туда. Повыше, Антон. Выше. Опускаем ниже. Ниже. Еще раз. Ну, прям очень непростая процедура. Учитывая, как легко было снять крылья, дольше их упаковывали, да, то здесь наоборот распаковывать секунду, а вот чтобы его установить по месту, это прям уже час, наверное, мы туда-сюда все двигаем. А ты что тут ошиваешься? Это не на разбор. Самолет, думаю, приобрести себе. Выглядит как разбор. Так, крыло выше. 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 Ага, опускаем. Чуть-чуть ниже, 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 ниже. Выше. Ниже. Да, хорошо. Ну что, вот это и стало снова похоже на самолет, ребят, посмотрите. Ну, красота же. Получается, чтобы собрать, реально нужно человека четыре, потому что разобрать можно вдвоем. На разгрузку самолета и установку крыльев ушел целый день, и уже вечером, когда начинало смеркаться, мы все это дело закрепили и поехали домой отдыхать, потому что на следующий день предстояла огромная работа. Завтра, соответственно, возвращаемся, продолжаем сборку хвостового оперения, потом все это дело нужно настраивать, посмотрим, сколько времени уйдет на весь этот процесс, но в целом, можно сказать, что результат более чем успешный. Самолет доехал, все с ним хорошо, ничего не испортилось, и мы уже сделали самую сложную часть сборки. Также сегодня хотел бы коснуться еще одной темы, вообще не думал, что придется такие вещи обсуждать на канале, но тем не менее, после прошлого выпуска на Андрея, который подбирал мне самолет, обрушился шквал негатива, я проходил обучение буквально пару месяцев назад и прекрасно помню такой предмет под названием CRM. CRM это Crew Resource Management, то есть возможности и ограничения человека. Изучая этот предмет, я понял, что абсолютно любой пилот, даже самый опытный на свете, даже тот, у которого 10 тысяч часов налет на каком-то определенном самолете, может в результате стечения обстоятельств, факторов переработок, усталости или каких-то еще вопросов, совершить абсолютно фатальную ошибку, которая в конечном итоге приведет к катастрофе. Катастрофы никогда не происходят в результате одной ошибки, обычно это стечение пяти или даже более факторов. Ну что, привет, у вас состоящие будущие авиаторы-хейтеры. На самом деле я практически сам стал самым главным своим хейтером, потому что я посмотрел первый ролик и реально у меня желание было самого себя, короче говоря, загнобить в комментариях, потому что как можно было не заметить такие очевидные вещи, абсолютнейшие. Но на то были причины, надо понимать контекст, то есть мы искали очень долго самолет, наконец-таки он появился, за ним уже была очередь, я этот самолет знал, я навел справки про этот самолет у разных людей, все было супер. Плюс еще Илюха-суетолог, как бы атмосфера давлющая, типа давай-давай самолет покупаем. То есть я в принципе решил, что все, самолет наш, самолет классный, приедем, просто посмотрим, убедимся, что он действительно такой хороший. То есть первое, мы реально искали, почему он хороший, за что зацепиться, ну оправдание, что он хороший, а не пытались найти какие-то косяки. Заберем и полетим. Мы не спали очень долго, то есть больше суток, перелет сложный, то есть по видео видно, мы там прям вообще никакущие. И минус 35, это чисто мой косяк, я его признаю, что мы не сняли нижний капот, опять же оправдываюсь тем, чтобы сохранить тепло, по-быстрому снимая верхний капот, смотря быстро эндоскопом, накидывая обратно, чтобы сохранялось тепло и можно было его быстренько облетать. Плюс ко всему, самолет стоял на лыжах, а не на колесах, снег, рельеф и не так очевидно было кривой стойки. Я смотрю сейчас на видео, когда самолет на колесах, ну очевидно же, куда этот кудрявый хрен как бы смотрел. Поэтому это такой сильный косяк, плюс ко всему все эти вот обстоятельства, оно конечно очень сильно подогревает. Плюс мы знали владельца, мы знали, кто ремонтировал двигатель, то есть я знал, кто в Штатах делал. Я посмотрел все документы, а в основном в авиации по документам все определяется. Компрессор нельзя запустить в минус 35, да, и закачать, подать давление в цилиндры. Во-вторых, я убежден, что компрессия не могла быть 20 на момент, когда мы смотрели самолет. Двигатель бы так не работал, показатели двигателя не были бы такими идеальными. То есть, судя по всему, при замере, когда вы на видео замеряли, либо как-то неправильно в МТ было словлено, либо есть теория, что был залипший клапан на тот момент, когда вы замеряли компрессию. То есть, это такая штука, но опять же, мы не замерили, поэтому нельзя точно сказать, ну, то есть 100% сказать, что ее тогда не было. Ну и тоже очень важная штука, что если бы мы реально нашли все косяки, которые возможно найти на прибаве, мы все равно забрали этот самолет, потому что планер хороший, то есть очень много живых вещей. И самое главное, что, ну, самолетов после этого 150 на рынке адекватных не появлялось. Мы в любом случае бы этот самолет приобрели, просто изменили чуть-чуть план ураган. Может быть, то, что мы нашли, это стало поводом для торга небольшого, но в любом случае самолет, как мы решили, что он будет наш, он в любом случае был бы наш. Второй день сборки самолета. Сегодня у нас большая подмога приехала из Москвы. Как вы знаете, у Магайера есть не только авиашкола, не только покатушки, но и авиасервис. И мы договорились с ребятами, у них есть такая услуга, что их техник, механик может приехать и помочь в каких-то вопросах. Сейчас будет отзыв о опытного эксперта, да? Внутри он тоже похож на самолет, неожиданно даже, как и снаружи. Сейчас попробуем сюда уместиться. Если я помещусь, значит, это самолет. Если нет, то значит... Вот. Ну все, отлично. То значит, ты к нам, да? Значит, все, да. Значит, ты к нам. Не, ну, будем в обнимку летать. Вот, опус. Чуть-чуть. Что, авионика есть, все есть. Высотомер есть, что тебе еще надо, да? Скорость. Отличный самолет. Удачное приобретение. Деньги вложены в недвижимость. А вот это надо как-то... Видишь, тут тоже, наверное, должно быть. Ну, чтоб вот не было. Это все надо контролировать. Серега скажем. А это что? А это эти? Включается здесь. Ну, ладно. Поэтому... Всегда радуешься за своих выпускников, что они, наконец-то, осуществляют свою мечту. Пусть даже хотя бы вот в таком... Вначале пищевой цепочке это будет такой самолетик. Я думаю, дальше Илья разовьется. И уже, наконец-то, купит себе настоящий самолетик. А пока начинаем. Ну, то есть, чем взрослее дядька, тем у него будет дороже и больше. А тут что, можно шаг менять, что ли? Да, да, но только на земле. Ну, я имею в виду, да, ты вставлю. Брюк, что с мотором думаешь? На второй день нам активно помогал Сергей. Это техник, который занимается самолетами много-много лет. Знает каждый винтик наизусть. И нам, конечно, нужна была помощь такого человека, который поможет нам в этом во всем разобраться. Во-первых, правильно собрать планер, чтобы не было никаких нюансов по настройкам. Во-вторых, сделать еще более глубокую диагностику. Ну и в-третьих, хотя это, наверное, надо было оставить, во-первых, разобраться с мотором. Что нам делать с двигателем? Потому что двигатель, вроде бы, как в нормальном состоянии. Непонятно, почему упала компрессия. Может, там какой-нибудь клапан подзажало, или резинка какая-то прохудилась, и можно отделаться малой кровью. Или же все-таки нужно полностью разбирать мотор и по-серьезному его ремонтировать. Смотри, вот сам цилиндр. Вполне себе детского набита. Что, как она вытягивается правильно? Сколько мы отдавали в ремонт мотораму, они обычно вот такое бракуют, то, что с дефектами. Ну, ты представь, да, у тебя передняя нога, у тебя мотор, у тебя весь самолет летит за счет вот этих труб. Ну, за счет этой моторамы. Они берут мотораму, смывают краску и, как бы, уже проверяют ее на наличие дефектов. И уже дальше принимают решение, что с ней делать. С этим, короче, считаю, летать нельзя. Потому что, ну, мы сталкивались, когда моторамы трескаются просто от того, что ты берешь за винт, вот так шатаешь. Ну, на то, что мы сейчас делаем, у тебя допуск есть, правильно? Мы это можем показать? Ну, конечно. Ну, все. Не, сейчас мы что, мы просто инспекция, сняли цилиндр, как бы, ну, и... осматриваем распредвал. Ну, ничего страшного. Егор, у тебя какой допуск по этому мотору? Располовинивание можешь делать? У меня, да, есть. А кто допустил? Это давно еще. Я уже и не вспомнил. Серега, а что скажешь вообще? Вот это вот, это же какой-то северный вариант просто. Еще вот так вот здесь происходит. Может, нам их как-то упразднить немножечко? Он шеркает, и он оббирает ремень, смотри, как близко. Вот он по старому герметику, смотри, как... Короче, смотри. Ремень гуляет и точится. Давай утилизируем это. Не, 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 не надо. Слушай, я без смеха не могу, как бы, как-то. Да. Я еще первый раз, я его раз, он такой хрум-хрум. Двигатель воздушного охлаждения. Задача поддерживать рабочую температуру цилиндров и головок. Удерживают под капотом набегающий поток, который через ноздри идет. И отправляют его вниз напрямую. То есть, вот эти затенители, они делаются тоже... Короче, их нельзя просто эти выхернуть. Ни в коем случае. То есть, без капота в теории летать можно. Но, значит, на моторе должен быть установлен дефлектор специальный. Потому что будет локальный перегрев. Эти цилиндры будут сильнее охлаждаться, эти будут перегреваться сильнее. Выглядит этот мотор со стороны, как будто его оверхолили 200 часов назад. Или прям вообще не выглядит? Честно? Честно? Нет. Сколько часов назад? Я не знаю. Ну, как-то, судя по залежам грязи вот этой, да? То есть, ну, что такое оверхол? Это разбор полный. Полный разбор мотора. Ты же его снял, ты же его разбираешь. Ты же не будешь его грязный собирать. Ну, это не то, что взбодрение такое. Пойдем без камеры. Пойдем вот просто... Извините. Он на... Короче, уже где-то порядка, 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 порядка. Вот это 600 часов, да? Ну, примерно, да. Нет таких, знаешь, ну, прям залежей каких-то. А это какой мы-то? Это 320-й. Ну, оверхолл, это полный разбор. Следовательно, это мойка по-любому. Ну, многие даже заморачиваются, красят, допустим, да? То есть, ну, потому что, ну, чтобы красиво типа было. Чтобы видно было, понимаешь? То есть, человек, тот, кто делает оверхолл, он же, ну, как ставит свою печать, условно скажем, на двигателе. То есть, ну, там, не дай бог, в случае чего, там, кто оверхоллл мотор, то есть, где документы, кто подписывался под этим, какая компания. В общем, Серега очень долго изучал поршня, все эти кольца, цилиндры и так далее. И, с одной стороны, мотор не выглядит, как уставший, у которого уже закончился ресурс. Ну, ну, есть среды износа, конечно. По крайней мере, коррозии на нем нет. Все в одно мнение сошлись на том, что вряд ли у этого мотора налет 200 часов, как это заявлено по документам. Ну, либо его как-то сильно перегревали, может быть, беднели смесь, или там стояло какое-то неправильное зажигание. В общем, я думаю, не стоит здесь искать виноватых, а скорее нужно говорить о результате. А в результате я подумал о том, что я все-таки на этом моторе летать не хочу, потому что еще были вопросы по вот этому пальцу, который вообще должен иметь свободный ход в поршне, но он почему-то вот с каким-то вот очень большим напрягом идет. Плюс была небольшая выработка, ну, как задирчик такой, назовем ее, на цилиндре с одной стороны, где вот этот палец там, походу, притирался. Также мы эндоскопом посмотрели коленвал, с ним все было в порядке, но, тем не менее, на основе всей этой информации я решил, что нужно денек подумать и не собирать обратно двигатель. Хотя у нас были с собой все необходимые прокладки, резинки, инструмент для того, чтобы это сделать, но, тем не менее, я подумал, что не стоит забегать вперед. Не нравится мне там, ну, как-то. И мы начали осматривать планер самолета, очень внимательно изучать все ролики, троса. Кто у тебя задача на вид? Не все хорошо, да? Короче, я психанул, сейчас я все посмотрю, я тебе скажу, чтобы я потом не психанул. Троса, руля в направлении можно сразу писать уже в список. Плохая покраска. Поклевка или что? Или это трещина на физерверке? Я просто, знаешь, у меня прям цепиль. У меня нет других слов. Рано или поздно это может... А, ну, уже он начал терять шланг, видишь? Видимо, в результате ДТП или просто какой-то транспортировки или эксплуатации тут уже непонятно, что стало причиной. В общем, тот кожух, который закрывает левую стойку колеса, он в одном из мест, немного мятый. У него есть такое острие, которое трется от тормозной шланг. Соответственно, при активной эксплуатации самолета этот тормозной шланг может просто в любой момент перетереться. Жидкость вытечет, и я останусь без тормозов. А базируясь на аэродроме, у которого такая короткая взлетная полоса, а приземление идет сразу же из-за деревьев, вот так вот приходится нырять. Такое вот перетирание трубки, оно недопустимо. Многие скажут, что тормоза самолета не нужны, но только не на этом аэродроме. Короче, там проблемы не то, чтобы с тормозами, там вообще никаких проблем у самолета быть не может. Он должен быть не просто в хорошем, а в идеальном техническом состоянии. Смотри, нюансы. Видишь, он не вращается. То есть приходится прикладывать сильные усилия. То есть он какой-то весь закрашенный, троса зачем-то закрашенные, для чего. А дальше у нас были проблемы с тросами руля направления. Потому что вот эта коррозия, она может проявиться через много лет, но коррозии быть не должно на тросах вообще. То есть, ну вот я возьму нормально, я так сделаю, ничего не произойдет. Ну вот, во-первых, такая осталась. Смотри, смотри, положение. Ну вот, да. Ну и все, ты его отпускаешь, он заслуживает. Вот, все, он хрустит. То есть троса руля направления под замену однозначно. Эксцентрики, болты, ну как бы все оригинал, но... Я за это тоже, знаешь, я очень сильно ссу всегда. То, что там российский болт, хоть пусть даже он с крестиком. Если должен быть, ну здесь американский, значит пусть будет. Вот это отшелушивание, это следы странной покраски. Вот это тоже отшелушивание, почему, из-за чего оно происходит. Вот здесь почему, что это там такое. Транспортировка может быть. Да, ну не должно быть. Должно быть такой, да. Мы его очень мягко везли. Знаешь, как вот честно, я бы как сделал. Короче, вот берешь прям, разбираешь его. Вот эти вот АЗС и... Зачем вы туда это ставите? Ну для чего? Ну это деньги, это прям... И время. Так на самом деле пизд... Нет, прям вот нос. Яркий такой, знаешь, прикольный. Цвет хороший. А слово пизд... Ну просто если запланировать вот эту вот всю движуху, о которой ты говоришь, там, типа, на зиму, а сейчас его собрать и на нем там лето полетать. Нет? Ну... Честно, я бы не советовал на этом моторе, на этом мотораме. Не для Кронштадта на самом деле, ну честно. Помимо прочего, Серега еще нашел какие-то странные технологии. То есть у нас высокоплан, у которого вообще не должно быть топливного насоса. То есть бензин попадает в двигатель с самотеком, но у нас почему-то там стоит 6 или 7 каких-то дополнительных топливных шлангов. Стоит этот насос. Если этот насос сломается, то, соответственно, он заблокирует вообще поток топлива в двигатель. То есть он там вообще не нужен, по идее, да, конструктивно. Его зачем-то установили. И вот прочие такие нюансы были диагностированы. Ну и, соответственно, в конце этого дня встал серьезный вопрос вообще. А имеет ли смысл этот самолет восстанавливать или его проще продать? У нас проверка тросов трима, есть ли перекрут у них или нет. Из-за того, что трим работал неправильно, мы не знаем, где как раз этот был перекрут. Решили все проверить. Это точно специальные инструменты, амологированные для 150-ки? Да-да-да. Ну у нас есть человек с допуском, поэтому он должен все проконтролировать. Я закрыл глаза, наверное. Раскусили тандр триммера и сейчас ослабляем натяжение тросовой проводки. А хвост держит кто-нибудь? Да. Это выглядит, как будто игра, кто последний отпустит самолет, получит 5 миллионов рублей. Егор, а ты когда говорил, что лишних деталей не останется, ты это имел в виду, да? Да, наоборот, докупаться будем. Изучив авиарынок, я понял, что за последние несколько месяцев самолеты подорожали больше, чем в два раза. И если тогда цена 3 миллиона рублей и то была дешевой, учитывая там хорошее состояние самолета, то сейчас за 3 миллиона рублей нельзя купить самолет даже в очень плохом состоянии. То есть получается, что либо я этот самолет сейчас продаю полностью, отбиваю все деньги, которые я в него вложил, скорее всего, я его продаю даже дороже, но я тогда уже точно остаюсь без самолета, потому что там нормальные самолеты сейчас будут стоить миллионов 8 или даже 10 миллионов рублей. Либо снимать все, что у нас находится за передней пожарной перегородкой, разбираться по планеру, по всем вопросам, менять авионику. Короче, не просто ремонтировать и взбадривать самолет, а строить, можно сказать, новый. Ну или как минимум максимально прокачивать то, что у нас есть. Даже если сейчас его подсобрать, в этом виде со всеми косяками в открытую продать, ничего купить не получится. А если и получится, то все равно надо будет ждать SLG, опять что-нибудь заказывать, делать и так далее. Поэтому приняли решение полностью. Снимаем мотор, снимаем мотораму, снимаем винт, все отправляем на оверхолл заново, чтобы оно все прям новое было, нулячее со всеми документами. Параллельно заказываем троса, которые нужны там поменять. Ну и вообще смотрим, да, там АЗС и что еще нужно. Сегодня составляем весь список, короче, потому что нужно заказать. Короче, ты его решил приводить в идеал. Прям делаем его в идеал, да. Ну сколько, ну полтора-два миллиона на это уйдет, может больше. Я понял. Ну это лучше, чем не иметь самолета вообще. Ну в целом план тебе нравится? Да, план хороший, я его поддерживаю. Я, ну как бы, всегда за такие движения. Че, братан, мы с тобой подружимся, доведем тебя до идеала. И будет у меня самая крутая 150-ка в России. Так что мы приступили к разборке самолета, начали снимать двигатель, мотораму, переднюю стойку шасси, вообще все, что нам может понадобиться. Грубо говоря, всю техническую начинку для того, чтобы подправить ее на диагностику, профилактику и ремонт. И при этом, когда мы начали разбирать, то у нас продолжали все время вылезать какие-то проблемы. Если вот этот дефлектор поддерживают вот эти крышки, это будет интересно. Сейчас проверим. Да, она держится, смотри. У него ждет вибрация. Если он, короче, подоткнет и повредит прокладку, давления нет, чтобы ты понимал, вот в этой части. Тут оно вот самотеком, то, что отсюда стекает, и омывает вот этот механизм. Тут, может быть, цилиндры действительно другие стоят. То есть дефлектор не от этого мотора. Вот такое может быть. Что ты вообще можешь по своему допуску? Точнее, что ты не можешь? Располовинить мотор. И все? Да. Крылья снимать, ставить, настраивать, что угодно. И это, ну, как бы, достаточно короткое обучение, да? Если у тебя уже инженерная специальность какая-то механическая, то это за три недели можно получить допуски. Да, просто пройти курс, скажем так, повышения квалификации. Короче, надо Егора уговаривать. Егора, сто процентов. Егор, ты должен научиться и быть авиатехником. Просто-таки две бейсбольные биты, зажатые в тиски, которые вот таким вот образом регулируются. Ваш винт. Вот, срез, это под установку этого винта. Пришлось им, видимо, да, срезать втулки. Сначала мы заметили, что передний сальник коленвала подтекает. То есть, в случае чего может просто маслом забрызгать все лобовое стекло. И как потом совершать посадку, я себе слабо представляю. У меня на всех машинах течет сальник коленвала. Здесь это недопустимо вообще. Ну, прям это может быть совсем проблема. Если сильно даванет, да, в полете. Потом садиться боком вот так придется. Ну, это реально тек. Я еще ни секунды не пожалел, что я разбираю этот двигатель. Еще, посмотрите, здесь была установлена система обогрева масла в поддоне. Предпусковой подогрев. Вот так вот провод идет отсюда. И смотрите, просто розеточка в конечном итоге, которую можно куда-то вставить. И перед тем, как запускать двигатель, уже нагреть масло, чтобы не было никаких задиров и никаких поломок. Ну, вообще мы много систем приговорили к устранению. Вот эти вот все дополнительные топливные шланги, подсосы. По поводу топливного насоса еще проконсультируемся, посмотрим. Но у нас высокоплан, поэтому нет смысла, ну, топливо самотеку. А нафига он тут стоял-то тогда? Я не знаю, это надо спросить тех, кто его сюда ставил. Вот, соответственно, сейчас осталось 4 болтика, да? Да, 4 болта. Блин, весь мотор, да, весь винт, все, вся тяга на 4 болтах всего лишь. Я, конечно, поражаюсь с этого. Просто вот раз, два, три, четыре. Все держится на этом и летит за счет этого. Оп, все держим. Все, пойдем. Вот и деинсталлирован мотор. Реально эта процедура занимает около 4 часов. Теперь двигатель отправляется на капиталку, оверхолл. Также сейчас будем сдергивать мотораму. Винт уже сняли, винт, скорее всего, будем менять. В процессе записываем миллион вообще пунктов в список того, что нужно купить новое. Будем менять много вещей, в том числе авионику. Короче, все, я пошел в разнос, ребят. Покупаем все, ставим новое все. Делаем самую крутую 150-ку в России. Интересный факт был в том, что из четырех болтов, на которых держался двигатель, три были прикручены от руки. И только один был прям сильно затянут. Вот это, наверное, зря. Почему? Люди испугаются малой авиации. Ну, блин, я уже сам, знаешь ли, напуган. Вот сейчас видно, как никогда. Смотри, как сильно погнуло, да? Вот она прям так вот вперед ушла. Да, да, да. Причем, смотри, она такой прям змеей идет. Не то, что один изгиб, да? Я думаю, что уже просто нагнутой не раз садились. Соответственно, по стойке тоже у нас будет полностью все разобрано. Ремкомплект целиком. Здесь не хватало болта, смотрите. Вот здесь вот должен быть еще один болт. То есть он на двух должен держаться. Но был только один. Короче, я считаю, что очень правильное было решение полностью разобрать самолет. Спасибо Магайра. Да. За то, что просто настоятельно меня отговаривали. Дальше сказали, либо продавай, либо полностью разбирай и делай. Вообще идеальный самолет. Ну, соответственно, я выбрал второй вариант. Егор сходил на обед. Сейчас мы узнаем, что он ел. Неужели ты ее нащупал? Чтобы вы понимали, я вам сейчас покажу, какую гайку он пытается достать. Вот эту вот, понимаете? Здесь вот она, торпеда пошла. Серега, крути, крути. Что, туда прям спокойно доступ, да? Вообще, я думаю, очень удобно. Далее мы еще встретили несколько колхозов, но самым большим из них были болты, которые держали мотораму. Что они? Что с ними не так? То, что он кривой или что? Да, с полной резьбой. Да. А, все смотри. Да. Короче, болты крепления моторамы пять штук. С шайбами напиши. Оказалось, что это не родные американские болты, у которых там резьба должна идти до определенного места. Да и сплав металла там какой-то специальный. Нет, там стояли совершенно другие болты, которые при сильной посадке, а у нас и так кривая стойка шасси была, то, грубо говоря, эти болты могли сломаться пополам, моторамы отделиться вверх куда-нибудь с двигателем, а самолет бы куда-нибудь ковырнулся, и чем бы это все закончилось, вообще непонятно. Блин, это нормально, что на таких пластиковых трубках топливо идет? Столько кранов, блин, пока все откроешь. Раз кран, два кран, три кран. Блин, может все-таки как-то избавиться от вот этой вот непрозрачной системы. Ну а вот, собственно, комплект, который отправляется в Москву. Двигатель, моторама, винт, цилиндр отдельно у нас лежит, магнета, карбюратор. Далее все это будет дефектоваться, изучаться и капиталиться. Посмотрим, сколько это все будет стоить. Ну, в любом случае, не меньше миллиона рублей. Но главное, чтобы запчасти удалось найти необходимые, и чтобы это все не затянулось на полгода. Полный разбор, который мы произвели, возможно, потенциально даже спас мне жизнь. Я очень рад, что мы решили полностью самолет до винта дефектовать и собрать заново на оригинальных полностью деталях, болтах, винтиках, тросах и так далее. Чтобы человек, который этими самолетами занимается много лет, смог проконтролировать каждый агрегат, каждый узел. И я реально был спокоен за свою безопасность. Ну что, ребят, вот и закончилась упаковка самолета. Серия была простая достаточно в съемке, сложная морально, потому что нужно принять огромные траты денег. И нужно было принять, что мой самолет не такой идеальный, как я думал. В общем, двигатель отправляется на капиталку, оверхолл. Туда же с ним едет моторама, туда же едет винт. И, скорее всего, винт мы вообще будем ставить другой. Также еще было принято решение менять большую часть авионики. Будем ставить G5, будем ставить 350-й engine-монитор. Короче, куча всего будет переделываться. Также хочется отметить, что теперь, когда я буду производить вот этот предфлай инспекшн, когда мы построим самолет, то я теперь уже точно знаю, куда надо смотреть, на какую контровочку, на какой винтик, какой болтик, какой тросик держит, где что может подтекать, где что может перетираться. И для меня, конечно, да, как вот вновь прибывшего пилота, это очень не только интересно, но и полезное мероприятие, хоть это и дорого обходится по деньгам, но, с другой стороны, самолет подорожает на эту сумму, потому что самолеты, они не как автомобили. Если ты вложил деньги и вложил их с умом, то самолет на эту сумму реально становится дороже. И в дальнейшем при продаже эта сумма будет полностью возвращена тебе в карман. Сейчас, конечно, нас ждет достаточно сложная история с тем, что нужно найти все необходимые запчасти, заказать их, каким-то образом организовать доставку. Об этом я вам буду рассказывать в дальнейших сериях. А сейчас, можно сказать, начинаем с нуля, строить офигенный борт. У нас хороший планер. Прямо, ну сколько ты по планеру поставишь, Серега? Вот ты же много их повидал. Из пяти. Давай из десяти, чтобы было больше. Из десяти восемь с половиной. Восемь с половиной по планеру. К планеру особых больших вопросов нет. А если его покрасить, будет девять. Троса новые заказываем. Опять же, у нас список, просто вот такая вот заметка того, что нужно менять. Колеса, тормоза. Ну-ка, все. Реально вот меняем все, делаем прям, чтобы было в идеале. Чтобы я не переживал, потому что это первое правило, которое я для себя решил, когда пошел в авиацию, что я не буду летать на Тоненького. Так что посмотрим теперь, сколько денег и времени на это уйдет. Но я уверен, что мы к этому придем. Ну, а меня все-таки в этой серии ждал один интересный полет, потому что, как оказалось, Андрея Альбертовича, моего любимого инструктора, который в Магаире мне преподавал, перевели в Санкт-Петербург на лето. И теперь я могу хоть каждый день летать, ну, когда там будут окна, да, в покатушках. И, соответственно, практиковаться и набираться опыта. В общем, этим-то я и занялся. И несмотря на то, что было 9 мая, и как бы было плотничком по записи на полеты, все равно удалось выхватить часик для того, чтобы поехать летать. Тут полоса короткая, каждый метр может сыграть в твоей жизни удивительную роль. Все, проверил опять баки, эти на нуле, полоса свободно опознана. Поехали. Придержал, разогнал. Да надо вторую ступень в Магаире в Кронштадте открывать. Да, да, школа лучшего мастерства. Малый удар. Правда. Закрутка на 10. А 10 обороты. Про фламинго не надо напоминать. Сразу, сразу отработка идет. Ну, собственно, как я и предполагал, Андрей начал критиковать абсолютно каждое мое действие при посадке в Кронштадт и говорить о том, что мне одному вообще сейчас летать не вариант. И, возможно, даже хорошо, что у меня сейчас самолет сломан, потому что, ну, был бы соблазн какой-то, так соблазна нет. Все, приехал, с Андреем полетал, потренировали посадки, уехал. Все, к самолету я больше не притрагиваюсь. Соответственно, пока там 2-3 месяца. Ну, по моим каким-то амбициозным ожиданиям, да, у нас строится самолет, возможно, это все затянется гораздо дольше. Я буду продолжать свою практику, набирать те самые пресловутые, там, 50 часов еще. Не стесняйся управлять самолетом. Что-то дозировано как-то. До полного удовлетворения надо втирать мое направление педальками. И обороты. Сразу, сразу, б***ь. Давай столько, чтобы он откликался. Ну, вообще, хочется сказать, что, несмотря на то, что у меня уже есть лицензия пилота, несмотря на то, что я уже могу сам спокойно сесть в самолет, куда-то взлететь, отправиться, это будет абсолютно легально, я к этому еще не готов. По крайней мере, к посадкам в Кронштадте, потому что, даже когда рядом сидит инструктор, я все равно один из конвейеров ушел на второй круг. Обороты и пошел. Видишь, уже, б***ь, козлить начал, что ты сидишь, ждешь. Потому что после первого деления надо его досаживать было. А ты просто так задержал и сидишь. Он, естественно, опять на носовую еще сильнее козланул. Полоса короткая, козлить начал, исправлять ошибку уже места тебе не хватит. Дал обороты, нахуй пошел. Не надо судьбу испытывать за тигра, за яйца там дергать. Он же может разозлиться и отъебеть всю руку. Я постоянно допускаю какие-то ошибки. То у меня слишком высокая скорость, то слишком низкая скорость, то я беру слишком большой крен, то неправильно корректируюсь на ветер. В общем, там есть куча нюансов. Это знаете, как есть высшая школа водительского мастерства, когда ты учишься, да, вот с носу передняя оси, задняя оси, там тебя везут на автодром и так далее. Вот именно то же самое сейчас происходит в моих полетах. То есть Андрей на очень сложном аэродроме, где всегда сильный боковой ветер, делает так, чтобы я мог летать при любых условиях. Ну пойдет уже, кое-что схватил, это радует. Ну вот до конца в лето у меня время есть. Да, однозначно. Собраться опыта. Самолетик будет ваять, там вообще будет по-другому что вестись. Во-первых, легче. Если этот более-менее идет, там чуть-чуть парирует, там надо уже поэнергичнее будет. Чем легче самолет, тем больше его болтает. Также я еще собираюсь взять 10 часов ночных полетов, потому что, ну мало ли, там небо затянет, или там мне придется возвращаться там с запасного аэродрома, или какая-то еще может быть ситуация. Лучше, чтобы у меня был опыт посадки даже в темное время суток, особенно на таком трудном аэродроме. Но это уже будет в дальнейших сериях. На сегодня мы закончили, все детали уехали на дефектовку. Буду вас держать в курсе событий, так что подписывайтесь на канал, чтобы ничего не пропустить. Также подписывайтесь на все остальные соцсети, для того, чтобы всегда оставаться на связи. Ну а на сегодня мы заканчиваем. Ставьте лайки, пишите в комментарии, что вы думаете про вот всю эту авиационную историю. И до новых встреч!